Так, парни, девушки, кто планирует приобрести станки. Одна и та же тематика, мне постоянно пишут, но не буду показывать подписчика, подписчик с Казахстана тоже вы ищите через интернет, где-то там что-то находите, потом начинают мне отправлять сюда информацию, типа хочу купить там, хочу купить сам, скажите хороший или нехороший станок. Смотрите, вот скидывают мне такой вот прайсик. Фишка этого прайсика в чем? Тут написано данные, тут ведь контакт Катя, Наташа бывает написано, телефоны указаны, ватсап, мобильный, там скайп, все что угодно написано. Показана красивая такая вот система, называется кабинет, то есть ну все красивенько здесь. Смотрите, здесь стоит, ну по идее, я конечно визуально не вижу, по идее это дорогой сканатор от Сина Гальва. Здесь также стоит монитор красивый, вы думаете, что вы такую хуйню и получите, и вы мечтаете, что вы получите именно прям вот копию этого станка, что он будет у вас идеальный, хороший. Говорю сразу, чем больше шкаф, тем громче он падает. В том плане, чтобы вы понимали, доставка, транспортировка любого товара из Китая происходит на похуй. Ваш товар это деревянная коробка, которая либо побьется, либо разомнется, либо она падает с вилл погрузчика, при мне такое было пару раз, я это видел, вот. И здесь вы ничего не измените, помимо этого по вашим ящикам топчется, и чем больше ваш ящик, тем по нему больше топчется. И тем на него больше хотят поставить, в надежде на то, что это надежная система, там система сборки. И все на него пытаются что-то захерачить, и не поможет вам там вспененный полиэтилен и все остальное. Поэтому, когда покупаете такие вот кабинеты большие, будьте уверены, в процентах 60 приходят разъебанные. Объясню даже другую ситуацию. Человек, подписчик у меня на канале, купил станок на фабрике, купил станок со сдвижной шторкой, купил станок хороший себе, 30 ватку, GPT, MOPO, по-моему, M7, по-моему, M6, сейчас не скажу точно. Суть была в том, что станок пришел расхераченный, то есть его тупо уронили, кувыркнули и все остальное. Но человек сейчас с ним и ебется. Но ебется это условно, человек спокойно, адекватно уже подошел, то есть он все там уже вроде бы восстановил станок, но он все равно покореженный. То есть понимаете, что увидев кабинет, вы должны понимать о том, что это большая махина сделана из жидкого тонкого металла, которая расхерачится. Опять же вопрос, нужен ли вам эта грабина в вашем помещении, чтобы вы же привязаны будете, вы никуда ничего не сделаете, никуда ничего не поставите. Вы привязаны к этой херне, вы ее не поставите ни в уголок, ни на стол, ни на потолок, ни на подоконник вы не поставите. То есть вы в этом будете завязаны. Второй момент, опять же повторюсь еще раз. То, что на картинке, не факт, что то, что будет у вас, к вам придет. Я еще раз побеждаю, здесь есть красивый монитор, охеренный супердорогой сканатор стоит, красивый корпус с водящей линзой оптоволокна стоит. Все красиво, тут красиво набито дахкирище отверстий на рабочем столе, не факт, что это у вас будет. Переходим ниже. Цена завода. Для чего это написали, цена завода херозная? Но цена здесь, говорю сразу, завышена, чуть-чуть завышена. Вращательный механизм, цены такие же, как у меня, по сути, это рабочее поле увеличивается на 200 рублей. Это дополнительная, блядь, просто понимаете, цифра 80 баксов. Это линза. Вот. Рабочее поле 100 баксов. Но цены тоже чуть завышены. Но это полбеды, смотрим дальше. Видите, мне сообщение уже сыпется. Смотрим дальше, опять повторяется. Теперь читаем. Модель. Оптиволоконный маркер по металлу. Хер с ним, ладно, китайцы, понятное дело, бывает все нормально. Опять оптиволоконный, понятно. Райкус, 20-30 ватт. Какая нахер здесь модель излучателя? Часто одна и та же самая ситуация. Подписчики у меня с Европы, подписчики с Израиля. Пишут, скидывают мне картинку своего станка. Скидывают мне часто вот эту вот, блядь, херню. И говорят, вот у меня такой станок. Я читаю. Частота 20-200 кГц. Блядь, где может быть в Райкусе частота 20-200 кГц? Я не видел, блядь, ни одного Райкуса с такой частотой. Ребят, вас тупо, вам дебилы тупо скинули информацию, которую сами не разбираются. Они тупо скинули вам информацию, которую скидывают всем китайцы. Все стандартно на флешке. IPG LMP 20-200 кГц. И все китайские дебилы, блядь, меня там больше всего бесит, меня выбешивают просто. Начинают скидывать всем эту всю информацию. Все считают, что у них станок от 20 до 200 кГц. Работая в этом частотном диапазоне на Райкусе 30Q, вы просто свой станок гондоните. И ваш станок выходит из строя в лучшем случае через 3 месяца, в худшем случае через 3 часа. Я вот это больше всего не понимаю. Ребят, когда вам скидывают эту информацию, где вы видели такой Райкус? Покажите мне, пожалуйста. Где написано модель здесь Райкуса, что это модель будет RLFP 30Q? Где? Где это написано? Здесь нигде это не написано. Я говорю сразу, вы покупаете станок, вы сразу разочаруетесь. Потому что у вас будет стать излучатель самый обычный, нормальный, надежный Райкус. От 30 до 60 кГц. Но с другими частотными диапазонами, не как указано здесь. Понимаете? И вот у вас сейчас сразу головняк. Глубина маркировки 0,3 мм. Ну, давайте так скажем, не маркировки, а гравировки. И на самом деле на 30-ке можно гравировать гораздо глубже. Поэтому здесь информация, она такая вот странная. Скорость гравировки 8000 мм в секунду. Опять же, повторюсь, если это стоит, это сканаторная голова, то они уже вас наебывают. Потому что не будет стоять у вас эта сканаторная голова. Будет стоять обычная, нормальная, стандартная сканаторная голова SG7110. Здесь стоит дорогущая сканаторная голова. И часто это наеб специально делается. То есть вы не получите по факту то, что вы хотите. Минимальная ширина линии. Ну, в принципе, логично при условии, что у вас будет стоять линза 110. Минимальный символ. Ребят, пиздеж и провокация. Я уже много проводил тестов, много показывал моменты. Даже на нашей фабрике наши китайцы не позволяют себе такой наглости писать. 0,2 мм. Это пиздеж. Я понимаю, что с матами видос, но по-другому нельзя. Объясняю. Даже на нашей фабрике пишут. Минимальный размер символа составляет 0,8 мм. Я нашим китайцам говорю, мы же можем делать 0,6 мм. Нет, ты понимаешь, от вашей русской буковки это одно дело. А от нашей китайской буковки это другое дело. Если, не до бог, наша китайская буковка не войдет в 0,8 мм, то у нас это будет скандал. Но здесь китайцы просто хрен клали на ваше мнение личное и вам пишут 0,2 мм. По факту вы можете делать 0,6 мм, 0,8 мм. И вы на эту тему ведетесь и вы говорите, как круто, как все замечательно. Дальше пишем, что здесь идет. Точность повторяемости. Но в принципе, в принципе, где-то они в чем-то здесь правы. То есть да, точность повторяемости практически совпадает. Опять же, при условии, какая будет сканаторная голова. Если вам еще поставят гальва сканер, то вот эту цифру можно засунуть в задницу, как говорится, и забыть. Общая мощность 1 кВт. Но здесь вот эта цифра спорная. Спорная по двум причинам. Первая причина. Если вас будет идти с компьютером, то возможно у вас будет 1 кВт. Если вас будет идти без компьютера, то у вас не будет 1 кВт. Но опять же, за такую цену никакого компьютера быть не может. Скажу сразу. Не может быть компьютера за такую цену. Тем более, что тут цена, опять же, чуть-чуть завышенная. Скорее всего, он еще возьмет цену у вас за доставку. Ну, все вот как-то так, поверхностно. Дальше читаем. Рабочее напряжение 220 В. Смотрите, внимательно. Вот теперь внимательно учтите. 220 В, 8 А. То есть, они эту цифру подбили только лишь к 1 кВт. Опять же, исходя из чего? Сидимое охлаждение воздушное. Размер упаковки такой-то. Вес не то, бруто такой-то. Да, молодцы, все хорошо. Теперь смотрите, они вам показывают. Это полипропилен идет. Из опыта полипропилен. Вот эта вот маркировочка, скорее всего, сделана не оптоволокном. Скорее всего. Оценить качество гравировки на вот этом диске вы не сможете. Фотографировка. Спорно, не факт. Не факт. И обратите внимание, что сделано на какой-то железке с лакокрасочным покрытием. Поэтому здесь, скорее всего, была инверсия. И, скорее всего, здесь было сделано по анодированному какому-нибудь алюминию по черному. Именно в инверсии. Ну, скорее всего, это было так сделано. То же самое. Александр, ложки, херошки. Это они просто показывают идеи бизнеса. Но оценить качество работы здесь невозможно. Потому что, ну, как-то сделано все через жопу. И здесь они начинают вам показывать станок со всех, блядь, его сторон. Какой он у вас охеренный. Какой он у вас красивый. На самом деле, блядь, ну, не будет оно так, как вы сейчас здесь видите на картинке. Вот, смотрите. Сразу тут же, блядь, меняется сканаторная голова. Уже другая стоит. Понимаете? Я говорю сразу. Вопрос возникает всегда. Вот, здесь уже пошли другие сканаторные головы. Понимаете? Вот она ситуация. То есть, что вы получите по факту? ХЗ. Вот она идет голова. ЖИ-7110, скорее всего. Скорее всего. То есть, тут надо четко понимать, что заказывая станок в Китае, на китайском каком-нибудь сайте, типа как вот SYNC, СИНС, с указанными ценами. Вы не получите по факту то или иное оборудование. Вы не получите сопровождение банального. Хоть там и написано, что сервис 24 на 7, да китайцы вообще, грубо говоря, на вас насрать. И часто одна и та же самая ошибка. Я просто говорю сразу. К этим станкам не идут ни флешки, ни драйвера, ни хрена. Ищи где хочешь, копай где хочешь. Что-то случилось, разбирайся сам. Где-то что-то не получается, друг, разбирайся сам. Китайцы у них с компьютером. Написано с компьютером и рабочее поле, смотрите, 110 на 100. Что это, блядь, за линза такая, 110 на 100? Я не знаю. Либо 110 на 110, либо 100 на 100. Цена завода с компьютером. Хрен его знает, ребят. Я честно скажу, что вы получите по факту, вот это уже будет ваш головняк. Какой будет компьютер, как это все будет завязано. Кстати, опять же, один из нюансов, вам сразу скажу, здесь. Вот, кстати, сейчас начал доразбираться. Вот увидел, да, то, что с компьютером написано. Смотрите, видел я станки с компьютером от Китая. Есть одна небольшая заморочка. Если у вас идет лицензионная плата управления с лицензионным ПО, установленным на ваш сраный, вонючий компьютер, будет ноутбук с клавиатурой с латиницей, либо с китайской, либо с английской. Ну, в большинстве случаев идет с английской латиницей. Ноутбук будет на английском языке, то, что вас будет больше всего еще раздражать. И второй немаловажный фактор. Когда вы проебете свой ноутбук, либо у вас он сломается, вы на своем ноутбуке, вы его банально не сможете заменить по той причине, потому что ESCAD будет установлен на вашем ноутбуке, он будет именно установочный. Вот, и с ним, как бы, работать дальше будет сложновато. Я понимаю, что можно зайти на официальный сайт производителей ESCAD и там скачать официальную версию, которая якобы у вас все запустится. Но это будет вам дополнительный геморрой, потому что начнется вопрос сразу драйверов к плате, программного обеспечения. Ну, в общем, целый комплекс. Я не говорю сразу, что я сейчас здесь обсираю именно эту контору. Я вам показываю сразу нюансы китайцев, потому что китайцы себя ведут, как, в принципе, еще две национальности. Не буду прям тыкать, но очень близка эта связь. Китайцы выживают. Им надо выживать. Полтора миллиарда людей, кто шустрее, кто умнее, кто хитрее, тот и выживает. Поэтому в большинстве случаев происходит наебка. Посмотрите, варианты наебки на Алиэкспрессе, том же самом, как это происходит. То есть, есть много там нюансов, много хировых отзывов. Покупают одно, приходит другое. Та же самая ситуация здесь. То есть, я рассказал свое личное мнение. Вы смотрите уже дальше сами, как вы это будете заказывать, покупать, оформлять и дальше действовать. Потому что в реальности картинки одно, по факту все другое. Я с этим уже сталкивался не в первый раз. И часто кто-то к мне обращается с того же самого Ютуба, пишет мне. Вот, у меня пришло одно. Помогите разобраться, помогите настроить. Да, парни, есть такое дело, что приходит немножко не то, что ожидали. Вот, и с этим вам придется самостоятельно уже ебстись. Потому что здесь вы деньги отправляете напрямую на счет, выставленный вам. Вы уже потом будете самостоятельно ебстись, как угодно с этой компанией. И когда потом пишете мне, я сразу говорю, ну давайте будем разбираться сначала с излучателем. И требует вас, чтобы мы не скинули название модели излучателя. Потому что, опять же, повторюсь еще раз. Вначале говорил, и сейчас еще раз повторяюсь. Райкусов с таким частотным диапазоном, блядь, я не видел лично, не видел. И по факту скажу еще раз вам, что вы, когда мне покажете вашу лейбу на вашем излучателе, у вас будет написано Райкус 30Q, у которого частотный диапазон на 30 до 60 кГц. Чтобы вы примерно понимали. Ладно, ребят, тема интересная, тема актуальная. Не попадайте в жопу, прежде чем что-то сделать, купить, подумайте 350 раз. Это мое личное мнение. Я вам высказал свое мнение, рассказал по поводу ценовой политики, по поводу внешнего вида, по поводу комплектации. По поводу транспортировки тоже я вам рассказал. Чем больше шкаф, тем громче падает. Банально заходите в любую компанию, читаете отзывы, смотрите моменты, как пришло разбитым, неразбитым. Да, это реальность. Все, ребят, хорошего дня вам настроения. Всем пока-пока. От вас лайк, дизлайк, просмотры, комментарии, пишите, задавайте вопросы. Все, счастливо.